Всем здравствуйте! Сегодня я прочитаю историю от моей подписчицы, буду давать комментарии, рекомендации какие-то. Вы тоже можете всем этим заняться и в комментариях оставить свое мнение по поводу истории. Она ждет именно прям совета, возможно, тех, кто в подобных ситуациях был. Если вам нравится подобный формат видео, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии. В инфобоксе под видео моя почта. Кто хочет прислать вашу историю для анонимного ответа на канале, пожалуйста, присылайте. Кто хочет взять индивидуальную психологическую консультацию, начать психологическую работу над собой, также пишите на эту почту, я вам вышли условия консультирования. Так что давайте приступим. Галина, здравствуйте! Нашла ваш канал на YouTube и периодически смотрю и узнаю много интересного. Мне очень нужна помощь в моей ситуации. Я живу в Болгарии и три месяца назад я познакомилась с мужчиной. Он болгарский турок. Родился и до девяти лет он жил в Болгарии. Потом он уехал в Стамбул, там получал образование. И вот уже как 16 лет он проживает снова в Болгарии. На данный момент ему 44 года, а мне 41. Мы живем в разных городах Болгарии. Пять часов езды между нами на машине. Мы познакомились в Тиндере. Он приехал ко мне на свидание. Мы друг другу понравились, переночевал у друга. И на следующий день мы снова встретились и решили продолжать общение. Что он будет приезжать в мой город периодически. У нас у обоих есть сыновья. Ему сыну 14 лет, а моему 12. Его сын и родители живут в Стамбуле. Он периодически туда ездит в гости. Сын его живет с бывшей супругой. У нас начали складываться с ним отношения. Он приезжал раз в неделю стандартно. На несколько дней оставался. Снимал в моем городе отель или квартиру. И мы проводили время вместе. Постоянно он говорил о том, что хочет со мной семью. Любит то, какая я я. И такой, как я, не встречал никогда раньше. Решил оставить свой бизнес, который его держал в его городе. И переехать в мой город, чтобы создать со мной семью. Бизнес он действительно отписал. После того, мы поехали на выходные отдыхать в Румынию на машине. И когда возвращались, у нас произошел небольшой конфликт. На границе мне и моему ребенку не поставили штампы в паспорт. Я начала, в свою очередь, переживать. Так как у нас нет болгарского гражданства. Сказала ему, что завтра позвоню обязательно адвокату. Узнаю, какие вообще правила на въезд. Что такое происходит. И действительно, можно ли без этого штампа в страну заезжать и так далее. На что он, в свою очередь, разозлился. Выключил в машине музыку. Включил турецкие сериалы. И представляете, от границы всю дорогу мы слушали их, эти сериалы. Он со мной вообще не разговаривал. Меня просто игнорировал. И когда привез меня и моего ребенка домой, просто выгрузил наши вещи у подъезда, даже не стал подниматься, помочь донести что-то. Просто сел в машину. Я спросила, в чем дело? Он мне ответил, ты мне не доверяешь? О чем тут можно вообще разговаривать? Я ради тебя меняю свою жизнь и не заслуживаю к себе такого отношения. Ущемили достоинства его. Сказал, что если я собралась к адвокату, то вперед. Стал совать мне деньги на адвоката. Я, в свою очередь, разозлилась. Сказала, что денег я вообще-то у него не просила. И засунь их себе, и многоточие. И ушла, хлопнув дверью машина. Он уехал, и все. Это произошло через четыре дня до моего дня рождения. Он перестал со мной общаться. Хотя до этого была куча планов на совместный бизнес, на семью, на его переезд мы в город и так далее. И также мы планировали путешествовать. На мой день рождения он просто написал смс и снова пропал. Я очень переживаю. Поверила наконец-то, что в моей жизни могут быть серьезные отношения. Он нашел язык с моим ребенком. Строил кучу планов. И теперь я не понимаю, что это. Это конец? Или мне сидеть, ждать, когда он появится? И инициативу какую-то проявлять? Что вообще делать? Сама не предпринимаю никаких попыток к общению. Так как я не понимаю, в чем моя вина. И считаю, что все проблемы должны решаться диалогом. Совершенно верно. А не включением детской позиции в виде турецких сериалов и выставления моих вещей на улицу из машины. На данный момент уже прошла неделя. Помогите, пожалуйста. Хотела бы понять, ждать ли от него каких-то действий. К диалогу ли пойдет он. Или турки вообще именно так всегда расстаются и все разрывают. На этом все закончилось. Как же его обещание? Тема довольно-таки интересная. Я вам, знаете, с психологической стороны немножко дам объяснение момента, который происходит. А вы уже будете решать, что вам с этим делать. Какое предпринимать действие, активности, что вообще делать. Смотрите, что происходит. Он весь такой классный, замечательный, все хорошо. Допустим, это хороший человек. Проблема какая? Он очень обидчивый и резкий. Да, вы простым вот этим моментом с адвокатом и неверением его знания законодательства и истории про штампы задели его самолюбие, его эго, его тщеславие, если так назовем. Ему очень это неприятно, больно. И он в такой ультимативном направлении, скажем так, прекратил вот это общение. Это тревожный звонок, это часть его характера. Если вы планируете, например, вы, допустим, померитесь жизнь с этим человеком, это первое проявление, я сразу говорю, до того, как вы съехались. И вот эти ход подчинения, чтобы было его мнение правильным, чтобы так, как он хочет, это будет всегда. Это нотка, где он не смог себя сдержать и показал себя настоящего. Вот вам решать, вам сейчас не нравится, я больше скажу, вашей вины никакой нет. Если он пытается манипулировать через чувство вины, вас обвинять в чем-то, это навязанная история, пытается проявить манипуляцию, чтобы вы извинились, подчинились, стали с позиции снизу и утвердили его с позиции сверху. Вот как вы только извинитесь, как вы только это простите или забудете, наладите, например, общение. Вот этих эксцессов с его обидами и манипуляциями каждый раз будет больше и больше. Так начинается абьюзивное отношение. Я напомню, что абьюз бывает моральный, необязательно бить, закрывать дома, лишать, угрожать, я не знаю, лишать денег, финансовый абьюз моральный. Вот он так начинается. Человек в диалоге вас не слышит, на диалог не идет, у него есть ультиматум. Говорит о том, что он никогда не будет договариваться. Вот чтобы он начал, может, мне сказать, да нет, люди меняются, меняются, когда они это хотят. Но вот с такого ультиматума, с таких обидок, с таких манипуляций, вам придется перелопатить, ссор кучу, годы жизни потратить, когда может быть, не знаю, если он захочет, он может как-то с вами вступать в диалог и учитывать ваше мнение. Чего-то пока на это ничего не указывает, потому что он еще, скажем так, вам никто, вами не овладел, замуж вас не взял, с вами жить не начал, а уже крендели такие вырисовывают. И он не боится вас потерять. Понимаете? Понимаете, это и есть тот важный тревожный флажок, звоночек и так далее, который есть склонность либо к абьюзу, доминированию, неуважению партнера, неважно что. Ну вот, это, вы сразу, это не здоровые отношения, это не поздоровые, здоровые отношения, это диалог, это тупо, что вы написали. Вы на правильном пути. Через чувство вины сейчас он пытается вас прогнуть. Эта ситуация, созданная, вы видите, из воздуха, ни с чего. Он зацепился за эту ситуацию для того, чтобы проверить. Так, что там у нас по манипуляциям? Что там у нас про мужик в доме хозяина? Допустим, у вас недопонимание произошло. Ваш день рождения был классным поводом помириться. Что сделать? Проявить любовь, уважение, заботу, сделать приятно партнеру, купить подарок, там, помириться. Ну вот это вся любовь. Что-то там есть про любовь у нас что? Он просто написал смс-ку. Это говорит о том, что у человека не было порыва проявить чувства. В здоровых отношениях чувства очень важные. Без них никуда нет здоровых отношений. Мы что от него сейчас уже на данный момент в этой ситуации считываем? Резкий, обидчивый, манипулирует чувством вины или чувством стыда еще, не проявляет любовь, холоден, неуважителен. Вот его характеристика на данный момент. Я понимаю, что у вас в голове, ну было так классно. У нас у всех всегда абьюзеры. Начиналось все шоколадно, классно и хорошо. Всегда так. И потом жертва держится за то, как было классно и пытается сейчас, я сейчас вылечу его любовью, постараюсь, переделаю и все вот это прочее. Пострадаю, все изменится, все будет классно. Честно, фиг вам, ничего не получится. Это он сейчас границы личные проискивает, как продавливать, как добить. Это идет расследование. Поэтому, если мы берем психологию, я бы вам не рекомендовала с ним мириться, продолжать отношения. Вы можете поговорить, попробовать, посмотреть, идет ли он на диалог. Я сомневаюсь, что на него пойдет. Вот и все. Он сделает вид, что ничего не было. Но поднимать тему, обсуждать в диалоге, разбирать, кто прав, кто виноват, сам конфликт, что у вас не осталось. После вкусия неприятного и обиды, он не будет никогда этого делать. Поверьте мои слова. Можете меня проверить. Вот если он вернется в общение каким-то образом, вот ваш тест будет проведите работу над отношениями, над этим конфликтом. Проведите работу, разберите, назовите свои чувства, кто на что обиделся, кого что коротнуло. Вот это про здоровые отношения в диалоге. Когда мы конфликт поднимаем, который был, чтобы никто не обижался высказывать свои эмоции, простили друг друга, живем дальше. Вот это так делается. Абьюзеры никогда в этом не ковыряются. Им это не нужно, потому что они всегда неправы, потому что они на пустом месте все это начинают. И они всегда знают, что они виноваты в этом. Зачем ему копать что-то, узнать, на себя вообще наводить какую-то тень. Так что вот у кого подобное что-то, девочка вам для проверки. Сомневаетесь, парень встречается, закидон какой-то у него, обида, толкнул, не знаю, пощечина вообще такое, как бы я вообще против этого, нельзя это прощать. Но все равно, что такое абьюзивное видите, проверяйте всегда. Я знаю, что есть те, которые плачут, рыдают на коленях, умоляют, простить, обещают, что так не будет. Вы можете дать второй шанс, но один раз. Вот он на то и шанс, один раз. Если это повторилось, все, это система. Все, ловить ничего, никаких шансов мы больше не даем. Но сейчас не про это. У девушки, да, вопрос. Турки ли всегда так поступают? Обидчивый, да, очень много обидчивых турок, потому что обидами они манипулируют. Я объяснила, что сейчас до этого происходит у вас в общении. Это чистая манипуляция. Да не потому, что у него прошла любовь. Возможно, он, скажем так, его эго слишком высоко. Я, скорее всего, так и послушав, но действия от него конкретные были про работу, то-то, отпуск, поехали. Я не думаю, там какая-то женщина еще на стороне, может быть, конечно, с Кэмсим еще общается в интернете, естественно. Может быть, что он утвердился, что вы с ним на сто процентов, прям свадьба, вся история. Больше говорил, может быть, об этом, чем сам и желал. Возможно, он не потянул каких-то трудностей. Для него вот это важно. Я, для тебя жизнь меняю, вот это вот все. Здесь вопрос про его характер скверный, скажем честно, про какую-то деспотичность. Оно вам надо. Это не про всех турок обязательно. Надо здесь искать, прям, другую женщину, трудности нет. У него, возможно, он все искренне это делал, говорю. Просто его эго настолько задето. Он такой у нас, видите, ранимый, из пустого места пытается найти. Я здесь вижу конкретно первые вот эти колокольчики важные, которые жертвы всегда пропускают. Я бы на вашем месте, если бы я была, да, никого в случае не выходила ни на какой контакт, не искала бы повода общаться, не писала бы первые никогда, потому что я бы со собой не чувствовала никакой вины, никаких причин нет, извиняться не за что. Это вот кто виноват, так это он. Начал с пустого места. Вот пусть извинится, тогда мы можем общаться. То есть моя гордость превыше, в первую очередь, для меня важнее, чем какой-то мужик. У вас вопрос с доверием. Он на это у вас подсел. Вы сказали, наконец-то серьезные отношения. Вот вообще с доверием к мужчинам проблемка есть, он у вас на этом и цепанул своими вот этими действиями, что приезжал. Второе, разговоры про свадьбу и так далее. Не забываем то, что кто у нас про домашнее насилие, доминирование, неуважение в отношениях, они все всегда хватают, они хорошие манипуляторы искусственные, они всегда хватают вашу эмоцию, вашу потребность. И вам дают, показывают историю так, как вы хотите видеть. То, во что вы хотите верить. Поэтому вполне возможно, что вот все, что вот это есть, то, что он говорил, это иллюзия очень большая, оно вам это даст. Только он с вами будет жить, брак, пожалуйста, принимает вашего ребенка, только там бить будет, ругаться, ничего не разрешать, запрещать, манипулировать и все прочее. Ну, мы же спросим, замуж хотели, вот, пожалуйста, вот такой замуж с ним может быть. В общем, мутная история, это не про, я думаю, турецкие менталитеты именно, а про проблему этого чувака. Очень интересно, почему он с женой бывшей развелся, поэтому сильно не расстраивайтесь, если вы не видите своей вины, о чем мы вообще говорим, зачем писать. Заканчивают ли так турки отношения? Да, он может так закончить, и слава богу, пусть он вот так закончит, чем будет вам выносить мозг, унижать вас и с вами ругаться. Сбрыкнул, пожалуйста, твое дело, то есть мы все здесь взрослые люди, у него есть опыт, у него есть ребенок, у вас точно так же. Если это такая мягкая душевная истеричка, которая готова обидеться на любое, вы при этом ничего такого не сделали, не то, что на нем усомнились, его вообще этот вопрос не касался. Скажите, я решу этот вопрос адвокатом, какие проблемы вообще? Усмели видеть его эго, но это его проблемы. Вам такой проблемой просто не нужен. Если он так закончил отношения, ради бога, мы только рады, найдете себе нормального, адекватного. Для вас эта история, как минимум, показатель, что вы расположены к здоровым, нормальным, прочным отношениям. Просто не тот герой, не с этим человеком. Если он на вас посмотрел, то, скорее всего, другой какой-то тоже найдется, с кем у вас могут быть нормальные отношения, у кого с эго его все в порядке, который не так ревностно к этому относится. Вот что я могу сказать по этой истории. Что вы думаете, подписчики, зрители канала? Пишите в комментариях под видео, будет интересно почитать, что вы думаете на эту тему. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь, обязательно, если еще не подписаны. И моя почта, куда вы можете присылать вашу историю анонимную для разбора, пожалуйста. И также взять психологическую консультацию индивидуально в скайпе. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.